Зачем искать? Вот он, Иннополис, в Татарстане, всего лишь в 130 километрах от Чебоксар. И неудивительно, что масштабный форум ЦИПР, цифровая индустрия промышленной России, локализовался именно здесь, где аккумулируются лучшие IT-умы нашей страны. Вот робот-рука Кука. Обычно такой работает в промышленности, сегодня готовит мне кофе. Тут это привычное дело. А вот укомплектованный манекен-прораб. На груди – видеорегистратор, подсчитывающий количество рабочих на стройке. На каске – распознаватель касок у других строителей. В нагрудном кармане – устройство биометрической идентификации. Оно скажет в точности до секунды, кто, когда и чем занимался. Есть также кнопка «СОС». Дополненную реальность или виртуальную давно приспособили для обучения. Задание – осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением. Его выполняет весь персонал Ростеха после теоретического блока вопросов. На опасных объектах алгоритм действий должен строго соблюдаться. Система выносит вердикт – экзамен не сдан. Еще бы, нубам здесь не место. Искусственный интеллект, ведущий новостную передачу. Один из двух. Первый вещает на английском, вторая – на китайском. Новостное агентство Синьхуа представило виртуальных ведущих. За ними – будущие телевизионные журналистики. Уверены спикеры площадки «Новые медиа». Очевидно, что массовые СМИ в той форме, в которой мы его знаем, через какое-то время исчезнут. Они либо что-то трансформируются, либо умрут. Границы понятия СМИ стираются. Все перемещаются в сеть – социальную и виртуальную. Подтягиваться приходится и регионам. Традиционным печатным СМИ нужно осваивать новые форматы работы, улучшать свой контент, использовать обязательно видеоформаты. А сейчас у нас такой формат использует газета «Советская Чувашия», которая создала свой канал на YouTube. Также эксперты сказали, что обязательно нужно выходить в социальные сети. Над этим наша республика тоже активно работает. Не только масс-медиа, республиканские районы и городские выходят в социальные сети, заводят свои странички и группы, но и органы власти. Эта связь, власть, народ через соцсети налажена в Иннополисе. Началось все с небольшого чата, где первых жителей на награды предупреждали об отключении воды или же электричества. На сегодняшний день у нас в городе больше 250 специализированных чатов и один большой чат, называется «Супер Иннополис». То есть, когда есть минутка, можно туда зайти почитать. В принципе, туда добавляем не по прописке, да. Просто нужно написать в наш консервис, так, все нас знают про то, что у нас есть консервис целого города, то есть, как сервис. Написать в консервис, и вас создатель добавит. Единственное, что там нужно динамизироваться. То есть, там нужно желательно свою настоящую фотографию и имя фамилии. Эту же тему подняли и во время общения с известной телеведущей Тиной Канделаки. Какие есть советы по выстраиванию коммуникаций в социальных сетях для власти, для представителей власти? У нас самая главная проблема чиновников будет в будущем. Связано с тем, что, как и в нашей среде журналистов, не профессионалы стали побеждать профессионалов, так и в вашей среде. Не профессионалы, которые начнут бороться за ваши места, будут вас побеждать. Почему? Потому что чиновничество, оно какое? Оно угрюмое, оно неповоротливое, я сейчас не вас имею в виду. Оно как бы, да, там, архаичное, бюрократичное. И в целом выглядит как бы в массе своем, все равно как чиновник из Советского Союза. Пока еще это не особо изменилось. Конечно, а появляющиеся молодые ребята, улыбчивые, симпатичные, с хорошими зубами, говорящие правильные вещи, снимающие нативную рекламу, начнут в мире будущего и в России тоже конкурировать с профессиональным чиновничеством. Если чиновничество не научится адаптироваться, то, о чем я говорила в лекции, в коммуникациях с аудиторией, то оно, конечно, будет проигрывать. Это, пожалуй, одна из самых популярных площадок. И тот случай, когда живое общение с известной личностью уж точно не заменят соцсети или картинка с экрана телевизора. А если еще спикер говорит толковые и прогрессивные мысли. Радио, телевидение, веб-сайт, социальная сеть, мессенджер. Интересно, что в нас изменилось? Клиповое мышление человека требует постоянной стимуляции яркими импульсами. Непроверенные факты, крик, бейт, фейки. Но это данность. Вообще, я считаю, что в ближайшие 10-15 лет, конечно, все уйдет в визуальные сообщения. К сожалению. Недаром форум назвали главным событием цифровой экономики России. В рамках конференции более 5000 делегатов из 18 стран встретились, чтобы обсудить вопросы российской и мировой цифровой экономики. Стратегия развития диджитал-технологий в России получит свое воплощение в виде дорожных карт. Они станут ключевыми документами для реализации национального проекта «Цифровые технологии». Этот процесс коснется абсолютно всех сфер экономики, культуры, промышленности. В общем, всей нашей обычной жизни. Например, автомобиль без водителя в Иннополисе местных уже не удивляет. За каждым шагом участников форума наблюдают камеры. Всевидящее око запоминает каждого. Это как массовое Face ID. И не спрячешься за широкой спиной прохожего. Такие системы уже опробованы на крупных мероприятиях в Москве. С их помощью даже ловили преступников, чьи данные прогрузили в видеопамять. Технологии помогают на службе и полиции, и МЧС. Для проведения разведки места пожара в подразделении Федеральной противопожарной службы МЧС России имеются беспилотные летательные аппараты. Возможно, отслеживать местонахожение автомобилей и, соответственно, координировать их действия по тушению пожара. Условное возгорание в лесу. Всероссийские учения. Дым над кронами деревьев заметили дежурные пожарных наблюдательных вышек. Первыми на место прибывают дроны. Пожар действительно опасен. Он грозит перекинуться на ближайшие жилые селения. Огонь в лесу – опаснейшая ситуация. Первостепенная задача – не дать ему распространиться на соседние деревья или же перекинуться на жилые дома. Поэтому, пока трактор вспахивает землю вокруг очага, пожарные, лесники и прибывшие добровольцы борются с огнем. А в штабе просчитывают потенциальную угрозу. Силу ветра, риски для ближайших населенных пунктов и местоположение соседних водоемов, где можно заправить цистерны. Параллельно ситуацию мониторят с воздуха. Также и во время спасения пострадавших на воде. Спасите, помогите! Задача ставилась в первую очередь спасти живых людей, то есть те, которые находятся на поверхности. Вот в данном случае человек держался на воде, старался выплыть. Камера с воздуха контролирует действия спасателей. Подводная камера помогает достать со дна, по легенде, утонувший автомобиль. Тотальный диктант, национальный диктант, диктант победы. Теперь еще и диджитал диктант. Всероссийскую образовательную акцию по определению цифровой грамотности запустили на прошлой неделе. Само собой тест онлайн. Итак, передо мной 37 вопросов и неограниченное количество времени на их решение. Задания на проверку знаний в области поиска информации, софтвер, хардвер, безопасности в сети. Иногда проверяют внимательность и логику. По какому запросу в поисковой системе будет найдено больше всего результатов? Купить автомобиль? Купить автомобиль и мотоцикл? Купить автомобиль в Москве? Купить автомобиль и мотоцикл в Москве? Чем детальнее запрос, тем уже база поиска. Нам нужен самый общий. Выбираю первый вариант. Проверим на практике. Поиск «Купить автомобиль» выдает 143 миллиона ссылок. Купить автомобиль и мотоцикл – всего 66 миллионов. Еще пара вопросов. Попробуйте решить сами. Вы захотели купить в супермаркете шоколадку и оплатить покупку банковской картой? Платеж по карте не прошел. Что нужно сделать в первую очередь? Попробовать расплатиться картой еще раз, расплатиться наличными, попросить чек об отмене операции, уйти и ничего не купить. Вроде все варианты подходят, однако может случиться, что операция на самом деле прошла, а вот чек аппарат не выдал. Или еще хуже, продавец его утаил, деньги списали, а вы не заметили, например, потому что отключен мобильный банк. Поэтому все-таки стоит спросить чек об отмене. Для уверенности. Вы захотели опубликовать в своем профиле в социальной сети пост и прикрепить к нему фотографию, сделанную малоизвестным фотографом. Вы не знакомы с ним лично, но знаете, что он автор этой фотографии. Как вы поступите? Поскольку любая информация, опубликованная в интернете, является общедоступной, опубликую фото без указания автора. Опубликую фото с указанием имени и фамилии автора. Опубликую фото с указанием фамилии, имя и отчества автора, а также ссылкой на профиль. Напишу автору и спрошу разрешение на использование его фотографии. Вот здесь заминка возникла и у меня. Если вы не хотите нарушать чьи-то авторские права, нужно воспользоваться бесплатными фотостоками. Говорится в пояснении к вопросу. И в этом случае лучше все-таки спросить у автора фоторазрешения. Итого у меня 5 ошибок из 37. Надо бы подтянуть теорию по диджитал. По даренному компьютеру в системный блок не заглядывают. Можно досрочно? Да. Даренному конюк забыли смотрят. Ну афер. Ну афер. Перевернутые пословицы «Интернет» или «Майкрософт Ворд». Темы известные вопросы закрыты. Выбор за участником по принципу своей игры. С помощью какой комбинации клавиш можно собрать ссылки в один список? «Контрол Ф6». «Интернет» 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 «Все, молодец». Горячие клавиши выручают в быстрой навигации. Во время практических заданий на помощь людям с нарушением зрения приходит голосовой помощник. Задание на 4. Создать определенные файлы на время, переименовать их, набрать текст. На конечную оценку влияет и знание русского языка. При выполнении каждого задания будет производиться оценка умения, качества выполнения задания, плюс грамотность. Если это будет задание в «Майкрософт Ворд», то, естественно, надо будет соблюдать всю орфографию, пунктуацию. И при наличии каких-либо ошибок, соответственно, будет балл снижаться. Компьютерный конкурс – это итог обучения школьников. Эти ребята несколько лет подряд в качестве факультативов приходили в специальную библиотеку и вместе с тифлопедагогами осваивали персональные компьютеры. Клуб информационных технологий здесь открыли в 2012-м. Конкурсы обычно проводили среди взрослых. Для школьников такое мероприятие организовали впервые. Записывать разные лекции или просто писать документы на компьютере. Но вообще знание компьютера сейчас очень нужно. Никуда же без этого. Конкурс назвали «Семицветик». По мнению организаторов, сейчас компьютер – это и есть тот волшебный цветок, исполняющий желания. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...